Сегодня в Краснодаре прошло торжественное открытие президентского кадетского корпуса. Это новый тип военного образовательного учреждения. Учиться там будут только мальчики, всего 400 человек. В основном это сыновья и внуки военных, а также дети из неполных семей и сироты. В дню знаний в кадетском училище было все готово вовремя, учебные классы полностью укомплектованы самой современной техникой, а на спортплощадках уже состоялись соревнования. Как в президентском кадетском корпусе прошел первый учебный день, узнаем из репортажа Ольги Музыки. Первая в их жизни раскатистая ура президентские кадеты накануне репетировали несколько раз. Выстоять целый час в строю на торжественной линейке для них уже серьезное испытание. А впереди трудный учебный год, каждый день которого проходит четко по расписанию. Помимо традиционных школьных предметов, три иностранных языка, множество творческих занятий, светский этикет и спорт на профессиональном уровне. У кадетов есть собственный бассейн, четыре спортивные площадки и даже ледовый дворец. В таких условиях будет расти будущая российская элита. Самая современная образовательная среда, которую можно предложить на сегодняшнем этапе в нашей стране, именно она предлагается нынешним ученикам этого училища. Это и техническое оснащение, это и новые образовательные технологии, это условия проживания, это полное обеспечение за счет вооруженных сил. Глядя на молодое поколение, Евгений Хорошенко вспоминает свое кадетское детство. Он тоже учился в этих же корпусах. В далеком 1943 году здесь было открыто первое в Краснодаре Суворовское училище. Ветеран мечтает о том, чтобы в строю кадетов стояли его внуки и правнуки. Здесь будут подготавливать настоящих людей, патриотических, любящих свою родину, воспитанных, культурных, образованных. Это будет свет нашего общества. В первый день учебы кадетов ждал особый подарок. Встреча с героем России, космонавтом Сергеем Крикалевым. Он является рекордсменом по пребыванию в космосе. По его словам, у кадетов с космонавтами есть общее. Это необходимость постоянно учиться чему-то и работать над собой, чтобы не подвести тех, кто в них верит. А с таким стартом, какой могут дать в президентском училище, по плечу будет даже дорога в космос. Здесь рядом находится летное училище. И те из них, кто захочет связать свою жизнь с авиацией, с космосом, у них здесь есть возможность сделать следующие шаги. Каждый класс — это маленькая кадетская сборная России. Здесь есть ребята почти из всех регионов. Женя приехал из Владимира. Здесь он благодаря бабушке. Она всю жизнь прослужила в ракетных войсках. Женя говорит, что самые сложные для него были экзамены, особенно математика. Мы с бабушкой столько тренировались. Я даже на улицу не выходил летом. В училище Женя приехал четыре дня назад и по родителям соскучиться еще не успел. Но к тем мальчишкам, кто не может сдержать слез, оказавшись вдали от дома, относится с пониманием. Говорит, немного поплакать может себе позволить даже настоящий мужчина. Ольга Музыка, Дмитрий Ланин, 9 канал, Краснодар.